Покупка канцелярских принадлежностей и в целом подготовка ребенка к школе – это ежегодная семейная традиция и насущная необходимость. Планируя список покупок канцелярий и школьной формы, родители руководствуются нынешними ценами и имеющимся бюджетом. В конце июля местные жители уже начинают готовиться к новому учебному году. Сейчас в октябрьских магазинах ассортимент канцелярских товаров очень велик. Да и цены приходятся на разный вкус. Люди могут выбрать для себя удобную расценку товаров. В плане канцелярских товаров выбор достаточно большой. Такие прилавки рассчитаны как на школьников начальных классов, так и старших. Простые тетради в 12 листов сейчас стоят от 25 тенге за штуку. Следом можно выбрать красочные общие и предметные тетради. Их цена начинается от 250 тенге. Правда в этом году цены растут, наверное придется все-таки уже начинать канцтовары потихоньку брать, потому что и на канцтовары цены поднялись, и на одежду цены очень поднялись. Поэтому придется вот уже заранее набирать. Вообще сейчас вот каждый год заново одеваете ребенка в школу или нет? Или какие-то вот спрашивания? Нет, приходится каждый год, потому что дети, у меня по крайней мере, у меня две дочки, они за сезон вырастают даже приходится бывает и еще покупать, докупать, да, потому что блузки это все как-то вырастает быстро они. С переходом на онлайн-дневники сейчас на прилавках магазинов ассортимент традиционных бумажных дневников не очень богат, а стоят они по 500 и 600 тенге. Цены на школьные ранцы начинаются от 4000 тенге. Если же ребенок любит порисовать, то, вероятно, родителям будет полезно знать, что акварельные краски и пластилин сейчас стоят от 690 тенге. Альбомы для рисования продаются по 165-300 тенге, карандаши и фломастеры от 500 тенге. В целом, если пройтись по рядам с канцелярией, можно заметить, что выбор есть и цены на каждый товар разные. А чтобы уложиться в бюджет и собрать для школьника все нужное в портфель, придется ориентироваться в стоимости товаров. И не поддаваясь предшкольному ажиотажу, покупать только все самое нужное. Тамирис Шумабаева, Сергей Калашников, программа «Факт».